На протяжении многих веков показателями отменного здоровья были и остаются крепкий сон и хороший аппетит. Кажется, об этом знают все, однако не все почему-то соблюдают режим приема пищи и не всегда правильно ее готовят. Особенное внимание в этом случае должно уделяться детям, организм которых в дошкольные и школьные годы растет и развивается. Как показывают последние проверки, к сожалению, не всегда в учреждениях образования соблюдаются технологии приготовления пищи, правила хранения продуктов и уборки посуды. С 20 сентября по 25 октября 2013 года проведены внеплановые тематические оперативные проверки по организации питания учащихся в учреждениях образования. Проверками охвачены все учреждения образования. Нарушения требований санитарных норм и правил выявлены на 30% объектов. В структуре нарушений основные нарушения – это нарушения санитарно-противоэпидемического режима. Такие нарушения, как несоблюдение режимов уборки, несоблюдение правил личной гигиены со стороны работников пищеблока, в том числе неиспользование одноразовых перчаток при порционировании блюд. Школьники должны иметь возможность ежедневно получать все необходимые растущему организму микроэлементы и вещества. А для нормальной жизнедеятельности учащемуся необходим 4-5 разовый прием пищи. Это поможет ребенку не только правильно развиваться, но и успешно учиться в школе, не болеть, иметь хороший иммунитет и здоровье в целом. Дети, которые получают ежедневно горячее питание, не страдают заболеваниями желудка, меньше подвержены усталости, они активны и открыты к новым впечатлениям. Теплую пищу всегда организм воспринимает как естественную пищу для хорошего усвоения. Если пища слишком горячая, то возникают опасности возникновения эрозий, слизистых оболочек, не только полости рта. Но если человек быстро глотает такую пищу, то и слизистые пищеводы, и желудка. Если пища слишком холодная, то она может вызывать какие-то спастические состояния органов, как гортани, так и пищевода, так и желудка, что может вызывать не только неприятные ощущения, но и снижение усвояемости пищи. В средней школе номер 7 созданы все условия для того, чтобы ученики получали полные и комплексные обеды и завтраки. Хорошая и уютная столовая, новый отремонтированный пищеблок способствуют правильному хранению и приготовлению пищи. Руководство школы заинтересовано в том, чтобы все учащиеся полноценно питались. К слову, горячее питание в учебном заведении получает 80% учащихся. Показатели весьма высокие. Возможно, хорошие условия приема пищи и правильная тщательная обработка – залог аппетита учеников средней школы номер 7. Для того, чтобы человек рос здоровым, очень важно правильно и сбалансировано питаться. Поэтому школьному питанию мы уделяем большое внимание. В этом учебном году открыт новый пищеблок. Практически 80% школьников охвачено горячим питанием. Получают сбалансированное, полноценное меню. Ежедневно дети получают фрукты, соки. Стоимость обеда колеблется в пределах 12-13 тысяч. Завтрак в районе 10 тысяч. Чаще всего дети копируют во многом своих родителей в манере разговаривать и одеваться, в своих привычках и вкусовых пристрастиях. Поэтому родителям также нужно задуматься и о собственной культуре питания. Если дома ребенка кормят только фастфудом, то в этом случае странно говорить о любви к витаминным салатам и кашам. Хорошая организация школьного питания ведет к улучшению показателей уровня здоровья населения. И в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени. Полноценная и сбалансированная пища помогает ребенку расти активным и здоровым, формирует физическое и умственное развитие, а также создает условия правильной адаптации детей к современной жизни. Продолжение следует...